Прописались, не живут. Сегодня в городе Остров стоит проблема так называемых резиновых квартир. Газовая столица привлекает жителей других регионов и иностранцев своими зарплатами, поэтому число гастарбайтеров растет с каждым годом. Они приезжают в Новый Рингой на заработки, но чтобы попасть на работу, нужна регистрация. Предприимчивые горожане за вознаграждение готовы пойти иностранцам на встречу. Правда, в погоне за деньгами они забывают, что такая помощь полицейскими трактуется однозначно. Андрей Библи с подробностями. Одна из самых злободневных проблем газовой столицы – так называемые резиновые квартиры. Уровень жизни в Новом Уренгое привлекает многих жителей других регионов страны и ближнего зарубежья. Новоуренгойцы, желая обогатиться за счет гастарбайтеров, с легкостью предоставляют им прописку или временную регистрацию. Однако горожане не понимают или не хотят понимать, что их действия выходят далеко за рамки закона. Иностранный гражданин должен проживать там, где он зарегистрирован, а не так, что он зарегистрирован в одном месте и проживает там, где он хочет. Потому что иностранные граждане также могут совершать преступления на территории города, чтобы знать, где их можно было найти. Иностранцев в Новую Уренгое привозят в основном железнодорожный транспорт. Как правило, приезжая на заработки, они думают в первую очередь о работе, и только потом о жилье. Притримчивые новоуренгойцы решили помочь гастарбайтерам с пристанищем. Практически на каждой остановке есть объявления. Содержания везде одинаковые. Вот, пожалуйста, комната посуточная и номер телефона. Многие иностранцы останавливаются у друзей или родственников, но им необходимо легализоваться. Разрешима и эта проблема. В любой газете можно найти объявления с координатами, желающих помочь сделать регистрацию на возмездной основе. Мы позвонили по первому попавшемуся номеру. Согласно легенде, нужна регистрация жителю ближнего зарубежья. Желательно быстро и без хлопот. Жилье есть, но во избежание проблем с властями необходима прописка, пусть и временная. Здравствуйте. Здравствуйте. Я по объявлению вам звоню. Ага. Вы временную регистрацию делаете, да? 12 тысяч на год. А жить вместе я и так не предоставляю. А, вы просто регистрацию делаете? Да, 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 да. А документы когда будут готовы, если что? Ну, через неделю, да. Через неделю, да? Ага. А никаких проблем не будет? Да, никаких проблем не будет. Ага. То есть с полицией все хорошо, влажено? Ну, конечно, 100%. Полицейские совместно с сотрудниками миграционной службы уже отработали механизм борьбы с хозяевами резиновых квартир. Есть и первые результаты работы с пособниками и организаторами незаконной миграции. Отправки в суд ожидают 23 уголовных дела. Такой пример другим наука, отметил главный полицейский Нового Уренгоя в ходе диалога в прямом эфире. Чем больше мы будем таких фактов выявлять, тем меньше их желания будет возникать у наших нерадивых, скажем, граждан этой деятельностью заниматься. Поэтому профилактика, профилактика, в том числе выявление преступления, это тоже своеобразная профилактика. И привлечение к уголовной ответственности, обеспечение принципа неотвративности наказания. Полицейские напоминают, погоня за выгодой уголовно наказуема. В лучшем случае хозяин безразмерной жилплощади отделает со штрафом. Сумма колеблется от 100 до 500 тысяч рублей. Санкции по этой статье также предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. Андрей Бебелес, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс».